Здравствуйте, дорогие любители восточных шахмат! Сегодня в рамках курса «Стратегии Сёги» мы познакомимся с еще одним способом игры от толщины, на примере все той же стратегии и на Ниварю. Вообще, изначально данная стратегия «Топтание на месте» возникла как троллинг компьютерных программ в ту эпоху, когда они были еще достаточно слабы. С этой целью использовалась следующая схема. И в данной позиции игрок делал выжидательные ходы ладьей по трём пунктам. В предыдущем видео была показана и альтернативная схема с серебряными близнецами. Но всё это было актуально только на заре развития искусственного сёговского интеллекта. В 2015 году игровую программу «Пананза», сильнейшую на тот момент в мире, запустили поиграть с белковыми игроками на сервер «Сёги Клуб 24», и «Пананза» поразила всех, пройдясь по человеческим игрокам со счетом 69-0. В одну из этих памятных партий человек применил стратегию «Инани Варю». Однако искусственный интеллект не смутился и выдал безупречную партию, которую мы сегодня и посмотрим. Интересно, что в данной партии человек играл чёрными и применил нестандартную для «Инани Варю» схему с правым королём. Для удобства я расположил белые фигуры снизу, чтобы мы с вами думали за «Пананзу». Итак, партия начинается. Обычно в стратегии «Инани Варю» король помогает левому золоту защитить голову слона, пункт 2С. Но в этой партии на левый фланг идёт совсем другая фигура. И эта фигура – правое золото. Базовая позиция «Инани Варю», пускай и модифицированная, готова. Обратите внимание, что теперь ладья «Пананзе» стреляет не по королю соперника, а по противоположному флангу. Чёрные завершили построение своей позиции и теперь готовы к пассивному ожиданию своей дальнейшей участи. Пананзе создаёт авангардную пешку как раз над ухом короля соперника, как мы это уже видели в предыдущем видео. Пананзе получает одну пешку в руку. Ещё один авангард по центру. Пананзе развила все свои фигуры, но одна фигура не отвечает критериям хорошей формы. Это правое серебро, которое должно стоять за авангардной пешкой, а не наискосок. Поэтому найден ещё один усиливающий позицию ход. И теперь план Пананзе понятен. Для успешной атаки ей не хватает пешек на руке. В результате стандартного приёма Пананзе получает ещё одну пешку в руку. Теперь позиция белых выглядит идеально. Ну, наверное, я, как белковый игрок, ещё задумался бы насчёт получения третьей пешки в руку. Например, по восьмой линии. Но Пананзе считает иначе и напролон идёт в атаку. Жертва пешки И присоединение В прошлой партии, как атакующий метод игры от толщины, мы рассматривали Тесудзи присоединение с навешиванием. В этой партии Пананзе тоже использует присоединение, но как средство подползания своими атакующими фигурами к позиции соперника. Вот это присоединение с подползанием является вполне себе типичным приёмом. В результате сближения наших атакующих фигур с защитными фигурами соперника, мы получаем возможность проводить собаки. То есть, размены своих атакующих фигур на защитные фигуры соперника. И таким образом полностью раздеваем короля оппонента. Наше серебро подползло на пятую линию. Но этого недостаточно. Очень хотелось бы подползти на четвёртую линию. Но тогда нас просто изгонят. И атака провалилась. Поэтому в данной позиции мы должны применить ещё одно Тесудзи. Сбрасывай туда, куда хочет сбросить твой соперник. Правильным ходом здесь является пешка 5С. Теперь мы грозим подползти и не быть при этом согнанными. Соперник бьёт нашу пешку. Прыжок коня. Серебро подползает и оказывается, что пункт 5С сейчас слабый. И скидывать туда пешку нельзя. Теперь снова грозит сброс пешки на 5С, потому что к защите подключился бездействующий слон чёрных. Но у Пананзе есть конкретное тактическое решение данной позиции. Вскрытие диагонали и стандартная жертва слона за золотого генерала. Теперь сброс в лагерь соперника. Человек пробует откупиться ценой ладьи, но Пананза беспощадна, и она хочет приближаться только к королю. И ещё одно присоединение. Вот уж действительно распространённый приём при игре от толщины. Король чёрных извлекается из своего лагеря. Теперь партия уже решена. Позиция человека разорвана, фигуры неактивны, король оголён. Теперь можно жертвовать всё, что угодно. Несмотря на материальный перевес, человеку здесь просто следовало бы сдаться. Но он решил ещё поиграть. Пару шахов в стиле компьютера, чтобы отложить момент Цуме своему королю. Ну, всё заканчивается логично. Давайте подытожим увиденное и набросаем небольшой план, чтобы играть от толщины не хуже Пананзы. Во-первых, набираем пешки в руку. В данной партии хватило двух пешек. Во-вторых, проводим Тесудзи присоединение с подползанием своего генерала к позиции короля соперника. В-третьих, когда атакующие фигуры сблизились с защитными, ищем собаки, атаку путём разменов, уничтожая крепость соперника. После этого ничто не должно помешать нам поставить мат. На сегодня всё. Всего доброго.